Вот планка у нас. Здесь светодиоды. Здесь отверстия на планках. И я должен поставить эту планку, просверлить отверстия и эту планку отлипать. А еще подготовка и сборка светильников, пайка металла и резкость стекол. Да и много чего, что умеет Владимир Иванович Бунтов. За два года работы на производстве он зарекомендовал себя как специалист широкого профиля. А проявить себя есть где. Девять цехов, среди которых шумный экспериментальный, где и трудится Владимир Иванович. Работа кропотливая и требующая усидчивости. Не каждый может с ней справиться. Светодиодные светильники постоянно его совершают. И чтобы довести до ума, создали такую участку. Мы как бы новые разработки, новые светильники, новые профиля. По словам директора компании Павла Добровольского, сейчас, когда люди, умеющие работать руками, все больше и больше требуются на производстве, именно такие, как Владимир Иванович, могут научить молодых специалистов, передать им свой опыт. Это один из лучших сотрудников нашей компании. У него стаж 43 года. Он отвечает безупречно подходом к работе, аккуратность, внимательность, то, что нам необходимо для нашей продукции. Из 43-х лет Владимир Иванович в 25 отдал алюминиевому заводу. Затем работал в частных производствах. Вспоминает, что один раз пришлось работать в театральном центре на Дубровке после печально известного захвата заложников. За две недели восстановили все алюминиевые профили и окна в холле. И заметно не было, что недавно здесь рвались снаряды. В память надолго врезалась та страшная картина. Но нынешняя работа ему по душе. В этом году на пенсию. Владимир Иванович не пойдет. Работы много. Продукция компании освещает многие улицы нашего города, в том числе территорию около кинотеатра «Искра». В целом доверие к ней у города большое. Бюджетная комиссия перед Советом депутатов прошла. И принято решение о вынесении на Совет депутатов поправок в бюджет. В этих поправках есть сумма 6 миллионов рублей на световое оформление города. В том числе КБ изготовит светодиодные панели для знаков пешеходного перехода, которые будут установлены в местах повышенной опасности на улицах Видного. Производственные мощности конструкторского бюро позволяют работать со штатом в 400 человек. Но сейчас в условиях кризиса нет предложений такого объема. Вот и работает на светлую радость небольшой коллектив КБ-71. Екатерина Чернышева, Евгений Петров, Видное ТВ.